всем привет занялся тут немножко трубогибом сейчас вам покажу вот такой вот у меня был ну здесь стоял вот здесь вот я его снял вот точно такой же ролик ролик с тачки извиняюсь темновато и он короче шел на перекос и когда я гнул и вот он гнет как-то непонятно у меня да вот смотрите какие-то волны в общем как-то не здорово гнет плюс еще тому ко всему трубу уводит в бок я так думаю что из-за перекоса вот этих вот роликов трубу постоянно уводит в бок этот ролик был неровный я его выкинул в общем в общем надо мне выгнуть такую загогулину но это должно быть как бы пол круга диаметром 80 сантиметров от круга то есть 40 сантиметров такого полукольцо и ничего мне не получается значит вот такая вот начинается вот ее ломка сейчас покажу вот она видно как по длине трубу мнет не знаю почему это с чем это связано у кого у всех так это получается или это только у одного меня может быть из-за того что был вот этот вот ролик большой но я не знаю в общем нужен совет кто гнул трубы подскажите но этот излом понятен он у любого но что будут если ролики стоят посмотрите как передает но она очень кривое все это дело а вот это я прокатил трубу и вот так вот со стороны где-то ролик в одном месте но не пластмассовые пластик прочный пластик был и где-то износ так труба катается по длине плюс еще неровная поверхность поэтому такие искривления но этот вал я этот редуктор я уже убираю ставить его не буду система будет немножко другая тоже с домкратом но обычный стандартный это мне не понравилось потому что потому что хотя слишком вот если мне нужно выгнуть кольцо слишком нужно ее вот сюда задирать поэтому я буду делать опускается третий ролик вниз и он же прокручивает вот такой вот у меня был хотел разрезать вот так вот я его вал оставить просто поставить как бы будильники вот крепления и вот был бы готова прокатка и как раз крепление для ручки но потом подумал еще буду делать наверное виброплиту и это устройство мне как ничто другое подойдет что повесил эксцентрик а здесь шкив и то есть до виброплиты это будет супер просто меняй подшипники со временем или же вибростол то есть такая индивидуальная штука поэтому решил я ее не портить но вот мне нужно выгнуть кольца вот такие вот или как бы круг 40 сантиметров логер 40 80 сантиметров диаметр чтобы вот у меня получается труба так уродствуется вот и и заминает как бы подминает в то во внутрь то то наружу и решил заняться трубогибом по-новому что у меня получилось вот такие подшипники лежат в гараже я их не брал ну вот таком принципе она делается вот сюда вот эта оська вот и вот это сами вальцы значит я ему сказал вот получается что он не сделал внутреннее отверстие высверлил сделал себе хер знает какую работу и мне насрал скажем так то есть стенка уже получилось все но я не знаю в районе наверное может может тут тут я не знаю но я думаю миллиметров шесть-семь то есть нагрузка вот будут с трубы идти на эту стенку возможно что будет держать а возможно что металл металл какой-то вот я смотрю здесь полированный то есть такой какой-то шток или что это было ну что то в таком плане не знаю как по прочности но будет держать это значит я ему говорю сделай мне здесь 40 а здесь сделай на 30 то есть через 5 миллиметров это основные трубы с которыми я работаю сделал мне на 40 высверлили здесь дырку я говорю дырку просверли чтобы оська было как бы так свободно влазил и ничего не зима но не такую же здорово он просто ослабил саму сам валец ослабил мне до хер знает каких пределов третий валик он не принесет завтра завтра я покажу как буду делать собирать этот турбогиб весь завтра я буду делать сейчас забью пойду возьму подшипники соберу вот он у меня собранный уже ты собирал я думаю если правильно расположить их чтобы не уводила то есть да должно быть в идеале должны стоять четко вот горизонтально то есть вот этих вот игр между роликами вот таких вот не должно быть иначе туба будут идти на перекос это однозначно поэтому растратов здесь широкие не надо делать такие обошлось это мне все три валика эти вот с этими оськами но за подшипники я отдал правда сейчас скажу 10 10 у е и 10 у е я отдал 20 долларов обходится три валика вот третий валик у меня будет немножко по другой системе завтра покажу с оськами в общем 20 долларов ну и немножко своей химии в таком плане значит ну в принципе что хотел сказать что хотел спросить это достаточно ли будет вот этой вот толщины значит толщина вот этой стенки выходит около 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 наверное 7 миллиметров ну довольно таки я думаю что это у нас так тут у нас так и так ну да довольно прочная думаю хватит про прочности единственное что я не знаю вот судя по этому металл должен быть какой-то наверно каленый раз он со штока сделан вот так вот так что отзывайтесь кто кто имел работы с вот у кого были осечки я видел там даже на трубах вставляли подшипники просто в трубу и катали трубами эти гнули но по-моему трубы эти не выдерживали мялись гнулись там я не знаю вот я боюсь чтобы у меня тоже не было здесь с этим проблем так что кто имеет опыт значит отпишитесь в комментариях заранее спасибо что 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 Здесь, когда забиваете, надо, чтобы упор, подшипник, вот у меня, в пользу, в качестве упора, опирался не на внешнюю часть обоймы подшипника, а на внутреннюю. Это важно, потому что можно разломать подшипник. То, что я сейчас сделал, это вообще неправильно. На эту, как видно, вот идет задир металла, поэтому придется пойти немножко шпануть. Да, бить по резьбе тоже нельзя, как делаю я это, но у меня здесь только сделаны небольшие такие выпуклости, поэтому я мог. Но сейчас уже нельзя, они как бы от удара сравнялись, тихонечко. В таком плане, потому что сплющите резьбу. Ну вот, идет. Таким молотком вот только. Нет, держит самоуток, я думал, будет разбиваться. Так, отлично. Ну вот, в принципе. Готово, только нужно, здесь вот у меня, чуть-чуть не так стоит, нужно опустить немножко эту часть. Ну вот, все. Отлично. Два вала готовы. Теперь мы возьмем, вот у меня есть готовые уши. Одинаково обрежем. И закрепим все это устройство, будет монтироваться на вот таком профиле. То есть, видно, да, что его ширина как раз под эти вальцы. Расстояние планирует между вальцами сделать здесь 40 сантиметров. То есть, через 20 сантиметров будет стоять третий прижимной ролик. Если у кого есть какие-то дельные советы, пока я еще не стартанул с этим, поэтому пишите. Все, пока. Заканчиваем. Пока всем.